Внимание казахстанского общества в эти дни приковано к паводковой обстановке в Туркестанской области. В Мактааральском районе все еще сохраняется угроза подтопления. Об этом сегодня на заседании правительство заявил глава региона Умирзак Шукеев. Он сообщил, что в зоне риска находится семь населенных пунктов. В двух из них жители начали возвращаться в свои дома, поскольку там уровень воды пошел на спад. После оценки ущерба пострадавшим начнут выплачивать компенсацию. Последние данные о последствиях стихийного бедствия в материале Мира Альжановой. На сегодняшнем заседании правительства рассматривалось множество вопросов. Это занятость, строительство новых школ и больниц, а также пассивные работы. Однако ключевой темой стала паводковая ситуация в Туркестанской области. О текущей обстановке в Мактааральском районе перед Кабмином отчитался глава региона Умирзак Шукеев. Из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане серьезно пострадали сразу несколько казахстанских сел, которые граничат с соседним государством. В результате потоплены три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и дом культуры. Под удар стихии попали республиканские, областные и районные дороги. По данным главы региона, у Мирзака Шукеева под воду ушли и порядка 800 жилых домов. Из-за потопа был объявлен ЧАЭС. На сегодня из 14 населенных пунктов 31 606 жителей были эвакуированы. Пять населенных пунктов подтоплено, в семи пунктах еще сохраняется угроза. А в двух населенных пунктах Мрзакент и Акжол уже нет опасности подтопления и жители вернулись в свои дома. По словам Умирзака Шукеева, с узбекистанской стороной уже проведены переговоры и достигнута договоренность действовать сообща, чтобы не допустить такого ЧП в будущем. Для устранения возможных препятствий Казахстан открывает границу для соседнего государства, сообщил Акимобласти. А вот жителям подтопленных поселков правительство планирует оказать всю необходимую помощь. Создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра. Комиссия оперативно сделает оценку ущерба в пяти селах. Жанат-Урмыс, Женис, Фердауси, Ургебас, Достыка. Затем начнет работу по восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья. Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим. Компенсацию выплатят каждому жителю пострадавшему в результате наводнения. При въезде подтопленные села. Сейчас установлены блокпосты. Стражи порядка охраняют имущество сельчан. В зоне бедствия дежурят почти 300 человек. Для ликвидации последствий паводков привлечены спасательные службы Туркестанской области, города Шамкент, районная полиция и местные акиматы. В готовность приведены и почти 500 солдат нацгвардии города Узунагаш в Алматинской области.